Сверху льет, а снизу топит. В редакцию ТСН обратились жители дома номер 5 по улице Вижайской. Более 20 семей там регулярно страдают от воды. Дождевой с крыши и водопроводной из подвала. Но на помощь людям никто не спешит. Управляющая компания, которая и раньше их вниманием не баловала, развалилась. В ситуации разбиралась Елена Иговцева. Вода круглогодично стоит здесь, она никуда не уходит. Вот смотрите, например, я вот сейчас даже кину камень. Вот видите, стоит вода. Ржавые трубы, стены в плесени, под ногами дурно пахнущий водоем. Это подвал трехотажки по Вижайской 5. Нога коммунального работника сюда не ступала уже несколько лет, говорят местные жители. Из-за постоянной сырости в доме расплодилась всякая живность. На первом этаже у нас живет семья с маленьким ребенком с грудным. Они вообще вешаются. Они на прошлой неделе отловили порядка 18 крыс. Крыши текут, ремонт в квартирах сделать невозможно. То есть ты только поклеил обои, тут же все отсырело, тут же обои отвалились. Буквально через неделю. По зиме слой снега достигает сантиметров 30 в подъезде. То есть берешь лопату, выгребаешь снег, выкидываешь на улицу. Коммунальных проблем в доме не перечесть, говорят жители. К уже озвученным можно прибавить и давно не ремонтированную крышу. В некоторых местах кровли напоминают решето. Плюс аварийное состояние подъездных козырьков и обшарпанный фасад здания. К тому же во дворе напрочь отсутствует асфальт. После дождей здесь огромная лужа. Управляющая компания наша нас не обслуживала долгое время. Причем собирала с нас деньги. И сейчас просто управляющая компания пропала. Мы за собственные средства чинили трубы, отмостки какие-то, что-то замазываем. Управляющая компания «Пермские моторы» уже перестала функционировать. И трехэтажка, которая и раньше-то была обделена вниманием коммунальщиков, сейчас оказалась вовсе никому не нужна. Жильцы направляют жалобы в различные инстанции. Их мечта – оказаться в списке на капитальный ремонт, а затем создать ТСЖ. У нас 24 квартиры. На данном этапе мы просто не можем. После того, как управляющая компания разрушила дом, не побоюсь этого слова, создать ТСЖ, мы просто не потянем это. Информацию о ничейном с точки зрения коммунального обслуживания доме мы передали в районную прокуратуру. Там пообещали провести проверку по факту ненадлежащего состояния здания. И посоветовали жильцам бороться за включение их трехэтажки в региональную программу капитального ремонта. Для того, чтобы попасть в этот план, им необходимо провести общее собрание. Необходим кворум голосов для того, чтобы обратиться в последующем в органы местного самоуправления. Уже органы местного самоуправления рассматривают их заявку и предлагают непосредственно, так сказать, их дом, как кандидатуру, грубо говоря, для включения в данный план. Обнадеживающий жителей комментарий пришел из районной администрации. В отделе ЖКХ говорят, что дом по Вижайской 5 внесен в список на капитальный ремонт, но только на 2021 год. Есть возможность сократить этот срок. Для этого нужно подготовить соответствующий пакет документов. Здесь мы окажем содействие. И министерство ЖКХ представить на комиссию, на 1.51, представить данный пакет документов. То, что подвал затоплен, я первый раз слышу. У меня никакого обращения, никакой заявки здесь не было. Я приму это к сиденью, то есть завтра туда люди выведут и смотрят. Капремонт – это, конечно, хорошо, но ясно, что не быстро. Люди просят, чтобы пока у них хотя бы вставили стекла в подъезде и подготовили инженерные коммуникации к зиме. Елена Еговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.